итак я приветствую моих подписчиков и гостей канала делаю очередной обзор автомобиля автомобиль фредлайнер тоже заказанная машина была мы ее тоже практически закончили остались мелочи там мелочевку там сего делать по салону там по мелочи а так она технически вся готова все что мы договаривались с будущим хозяином этой машины все мы выполнили так вот сейчас я покажу такой обзорчик вот такой вот фредлайнер все что он просил мы все на нем сделали вот так он получился у нас друзья рама красный цвет друзья выделялась она такая была тут и завода на самом деле красная сейчас покажу под капотом там тоже рама красна хотя мы там не не трогали вот так вот вид у него вот так он смотрится мне нравится как он смотрится на самом деле интересный фред я в еще в ссылке скину там видео как он был какой он был вот мы затве сделали ему по заводскому то есть брызговики повесили заводские здесь был швеллер камазовский фонари мы все это убрали так чё по нему рамагурская 2003 год 27 мотор коробка полуавтомат 3 педали со сцеплением вот так вот мы с хозяином машины с будущем этой машины договориться так что мы делаем на нем по пластику практически ничего не делали куда жить обвес там краска где-то когда шелушила чуть-чуть у нас было договорено что мы делаем все что касается перед к то есть бампер поменяли ему капот трещины убрали покрасили видите фары какие модности друзья так что так и туманки поставили тоже ему подогод внешний вид достойный внешний вид на мой взгляд для третьего года даже очень причем при том что мы на нем ничего не делали да так по внешнему виду если мы установили задний кусок обвеса вот этот левый он отсутствовал здесь левый задние также мы на нем сделали весь передок то есть все тормоза ну как всегда то есть и друзья мои расскажу что мы на нем сделали резина в общем смотрите давайте детально пойдем резину мы оставили так который на нем и стояла то есть вот она принципе нормально так мы сделали на ней смотрите что в эти крабы левой стороны подушки выровняли стояли криво крабы все эти проточили фрезернули все сделали слева им на левую сторону почему-то левая сторона подушки были очень кривые вот так вот выставили все тормоза валы как всегда друзьям и здесь даже об этом даже говорить нечего редуктор вытаскивали блокировку то есть мы все сделали там я даже видео фото видео отправлял клиенту непосредственно то что мы на нем делали он все в курсе этого всего поставили ему защиты от себя на колодке вот так вот стремянки меняли потому что они не откручивались новую туда туда по поставили вот такого фред получается по мотору смотрите мотор тоже мы делали но делали чуть ранее он где-то после капиталки прошел в 1050 60 мы не сейчас на нем что сделали мы на нем получается перепрошили его то есть у нас где гор был у него отключен и был отключен скажем короче не не без прошивки вот так скажем так мы его сейчас перепрошили убрали охладитель сейчас покажу под капотом как он как мы все сделали сейчас он перепрошит то есть без игерна турбину оставили родную большую которая здесь и была это покажу что мы на нем сделали под кого там сейчас паузу поставлю на паузу и покажу вот так вот Ну вот, смотрите, убрали мы этот охладитель, полностью поменяли все патрубки, силикон поставили, турбину оставили большую, которая на нем и была. Люди спрашивали, как ты оставляешь, друзья, вот этой тягой выставляешь надув турбины, то есть мы выставили надув турбины сами, сколько нам надо, короче, вот так вот. И все, сейчас она работает идеально, я уже не одну машину так сделал, много таких я оставил, турбин больших, кто-то говорит, не надо, кто-то говорит, может, кто-то говорит, нельзя. Ну все сделали, я так уже делаю много лет, друзья мои, ну работают машины, слава богу, все нормально. Вот так вот, все патрубки силикона, вот эти поменяли мы ему две трубки, это что касаемо по двигателю, в общем, все сопли поубирали, фильтр новый, ну это все, как бы, я даже это не хочу показывать, такие мелочевки. Вот резина спереди, покажу с той стороны, смотрите, вот, вот так двигатель, мотор делался, не снимая двигателя, то есть здесь на месте, вот так, вот такой мотор, вот такая, видите, рама. Конечно, он 2003 года, ожидать, что он сейчас тут будет прям как новый, это глупо, я считаю, надо, чтобы она работала, приносила деньги, это самое главное, я считаю, самый главный приоритет. Вот заглушили трубку тоже, что идет туда, ну Игорь полностью отрезали, прям, ну как скажем, как нужно, да, то есть полностью, со всеми прошивками, со всеми настройками. Так что сейчас-то залита наша прошивка, тянет он, ну, покажет дорога, скажем так, вот резина, так что вот так вот. Ну и все, вот такой обзорчик небольшой, сейчас еще по мелочи, проду, расскажу, что мы еще на машине делали, сейчас капот закрою. А, покажу, как он работает, сейчас секунду. Сейчас паузу поставлю. Вот так, сейчас его заведу, парни. Который работает идеально. Вон, я его спотнул. Вот так. Работает чисто. Тут по столу, ну, конечно, есть вопросы, но мы еще не докончили его. Вот оно, давление его, да, в принципе, вообще и давление хорошее, и все, но мотор уже очень мягко работает. Турбина, слушайте, да, как она работает, то есть большая. Вот так вот мотор у нас мягко работает. Так что, смотрите, вот такая машина. Вот эти ошибки, мне люди задают вопросы, друзья мои. Это, то есть, эти ошибки, которые по самой машине непосредственно, это не по мотору. То есть, на моторе тут нет ошибок никаких. Это, допустим, не работает датчик АБС, а там где-то на какой-то машине, ну, на каком-то колесе. Вот эти ошибки показывают вот эти, то есть, не просто по самой машине, это не по мотору. Вот эти, я сейчас, допустим, с ручника я сниму, ошибка пропадет, к примеру, там, вот ручник, видите, вот. То есть, это вот такое, что непосредственно касаемо, там, воздуха мало, к примеру, или еще что-то. Это не критичная ошибка, друзья мои. Так что, вот так, я объясню, что вы по... Эти ошибки также можно считать, вот, тоже можно, вот он у него компьютер, то есть, вы по этим можете зайти в меню, да, в меню зайти и посмотреть, на что он ругается. То есть, центурики делают, как самодиагностику, полную, как бы, да, то есть, этого, машину непосредственно. А по ламме нет такой функции. Тут защита тоже новая, как бы, и она лежит. Сейчас покажу, как он работает, электрика. Вот такие я всегда ставлю новые, друзья мои, вот эти защиты. Вот эти защиты всегда ставлю новые, то есть, потому что они всегда у всех убитые. Сейчас я включу свет, покажу, как он у нас работает, что мы подключили, не подключили. Вот электрика, смотрите, все подключено. Вот так вот. Туманки поставил сюда я ему, смотрите, какой это фара шерит. Ну, в общем, тут еще, как бы, мелочевки есть, и по электрике тоже маленькие вопросы есть. По салону лампочки там, по мелочи. Ну, как бы, основное все сделали. Вот диодные фары поставили сюда. Этот номер прям со освещением. Сама рамка. Решили так сделать в этот раз. Основное, друзья мои, технически машина исправна. Исправна, честно, я вот на эти пластмасски, вот эти все цацки, мне не принципиальная вещь. Я даю гарантию на саму машину, не за эти цацки. Поэтому для меня главное, чтобы техническая машина вся работала. Приносил людям денег, чтобы они содержали свои семьи. Вот это самое главное. А эти все лампочки, эти цацки, эти мелочевки, честно, так красиво, конечно, да, мне тоже нравится. Брызговики новую поставил. Главное, чтобы техническая машина работала. Так что, вот так вот. Ну, видите, по пластику есть, видите, краска чуть облегчая. Ну, мы договорились, вот эти крышки зеркал. То, что мы договорились, то есть, по списку. Замена лобового, лобового поставили цельно ему. То есть, без перемычки была, с перемычкой. То есть, вот так вот, там, получается, крышка зеркал, да. Бампер, замена, туманка. Я все, что говорил, я все выполнил. То есть, по пластику непосредственно. Так что, я думаю, для третьего года эта машина вполне, вполне выглядит. Вполне выглядит достойно. А технически уже тут говорить-то, в принципе, и нечего. Все перебрали. Все сделано. Месяц мы эту машину делали, друзья, месяц. Сейчас скажу. Месяц, наверное, и пять дней. И вот машина в таком состоянии. Так что, можно сделать любую машину, любую. Парни, можно любую машину брать. Просто разбирать, делать. И будет она работать, куда она денется. Все сделать можно. Все, парни, не болейте. Все будет хорошо. Такая вот очередная продажа, очередная готовая машина. Я думаю, выйдет он в Ростовскую область. Смотрите там его. Так что, я думаю, он будет приносить свои плоды, эта машина. Он рядом со мной. То есть, вот так вот. Парень доверился, сказал, Серый, я тебе доверяю, делай. Технически все, как ты считаешь нужным. Вот я и делаю, как бы, да. И не хочется, конечно, чтобы... И хочется, чтобы человек был доволен. То есть, я внутри себя знаю, что я на машине сделал. Все, что было необходимо, нужно сделать. Все, что было необходимо, чтобы она работала. Я внутри себя все это знаю. Вот что, вот так вот. Вот такое автомобильное скорное оформление. Вот так он выглядит. Все, друзья мои, всем пока. Не болейте, самое главное. Спасибо.